всех приветствую категорически друзья меня забегая полик я по боксу тренер давно не виделись ну что время непростое сейчас для вас наступил но карантин карантином отренироваться надо конечно же очень сложно придумать какой-то выпуск домашних условиях когда особенно за спиной уже 50 боксерских выпусков из зала и чем и только за меня какие только темы я не осветил но есть тема которым он который можно говорить лично я имею вину в боксе боксерские ноги ребят я хочу показать несколько незамысловатых упражнений которые мы кстати делаем с моими даже профессиональными боксерами которые способствуют именно физическому укреплению ног мы не тут собачка буквально три упражнения которые можно делать именно в домашних условиях без каких-либо зальных принадлежностей итак друзья приступим чего мы начинаем первое упражнение смотрят походу алкоголики опять с пятого этажа нет прикрати я тебя умоляю нашел я везде найду любого найду везде любого понял религи откройте открывай начинается зачем это надо я тебя умоляю ты прекрати ты что ты что ненормально ты что постоянно спит ты что я не пойму не приезжайте ко мне шляет и затренирует всяких там давай показывай хоромы хорома показывай свои хоромы вот это да вот это не плохо блин ты красавец чисто случайно сюда попал не давай так вообще в целом как будет твой карантин раз скажите карантин нормально но если бы мне такое лох позже будь я помоложе карантин был бы лучше понял даже на собаку вот видишь она молчит твоя собачка это он 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 да он 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 а я что она всегда кажется сегодня мы обсуждаем домашнюю тренировку по боксу и я решил затронуть такую тему как ноги и у меня к тебе вопрос как бы ты мог тренировать ноги в домашних условиях смотри например если нету беговой дорожки берг на месте нет руби берг на месте востребок отец вся может пониже можно повыше а то а можно делать ножками 1 шаги 2 шаги да да вот так можно делать потом можно только больше опять їнида вот держите да отывно чаще до чит correct или вот это dijo что remedy талан работает постоянно пızка Потом останавливаешься, ноги стоят как будто приклеенные и работают только вверх, 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 вверх. Понимаете, ноги сегодня тренируют, ноги? Ну ладно, ноги тогда можно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И назад. Раз, два, три. Не надо там камеру. Надо работать не на камеру. Это отталкиваться. Вдруг кто-то пристает, сразу отталкиваешься. Если от тебя уходит подруга, подходишь к нам. Ну я вообще просто. Я имел ввиду, он подошел и сошел. Ха-ха-ха. Не надо храпеть. Я делал очень неплохие упражнения. Они актуальны, эффективны. А то, что сейчас вам покажет талик, ну старайтесь практически никогда не делать. Я на всякий случай покажу. Да, да. Как будто по-настоящей школы. Да. Я представитель более иной школы бокса. Золотые слова. Каждый же найдет для себя что-то. Правильно, правильно. Короче, ребят, моя тренировка в домашних условиях такая. Работаем на силу ног. Для чего это нужно? В каждом вообще боксерском элементе задействован ноги. Как вы знаете, ребят, ты делаешь защиту ноги, делаешь удары ноги, делаешь движения в соответственно ноги. Первое упражнение. Опускаетесь максимально низко, чтобы ваши ноги сразу были забитыми. Садитесь и двигайтесь вот в таком положении. Именно посмотрите на мои ноги сейчас, ребят. Я вот что не имею в виду. Посмотрите, если собака мальчик, она может эту ногу попутать с девочкой. Делаешь так 3 минуты, ноги забиваются капец как, ребят. Следующее упражнение, оно более техническое, но его также можно делать в таком же ключе. То есть здесь вы убиваете двух зайцев. Техническое упражнение. Смена углов в эту сторону, в обратную. Но, если вы сделаете это опять вот в таком ключе, хотя бы минуту, ребят, ходить просто можно. Можно вот. Я показываю, ребят. Можно с ударами. Капец как ноги забиваются. И последнее упражнение, ребят. А с капустой слабо? А с баклажаном не можешь? Ты можешь. Смотрите, берете любые. Да это может быть не просто фрукты, а что угодно. Расставляете. Импровизированный квадрат по центру точка. Заходите в него и выходите. Это упражнение больше на технику. Оно техническое. То есть вы зашли вовнутрь, вы из него по разным движениям, вы из него выходите. Но, если вы чувствуете, что у вас остался ресурс, и можете сделать это с низкой посадкой, будет вообще песня. Делайте это так. Но, скажу честно, после всего того, что мы уже сделали, это очень тяжело. И достаточно будет даже просто вот в такой манере это поделать на прямых ногах, чтобы просто разбросать. Вот, в принципе, и все, ребят. Несколько незамысловатых упражнений на ноги в домашних условиях. И хотя бы два раза в неделю будете это делать. И после карантина ваши ноги приобретут левел-ап, как говорится. В идеале, после моей серии вот этой, в качестве разброса ног, просто разогнать немножко кровь. Можно сделать то, что сделал для Саши. Можно включить музыку и сделать так. Вот так, поехали. Конечно же, вы не вырастите, как невероятно какой-то великий боксер с помощью этих упражнений. Но, ребят, не забываем, мы на карантине и мы в домашних условиях. Это то, что может сделать вас как минимум лучше. После того, как вы выйдете с этого долгого карантина. Хуже не будет точно. Ребят, оставайтесь дома, носите маски. Просто так на улицу не выходите. Давайте это все переживем. Все будет классно. С вами был Ди Каев, Олег. Тренинг на секцию, советская школа. Ну что, ребят, в качестве бонуса, как и обещал, покажу свой протеиновый, после тренировочный, здоровый коктейль. Меня не обращают внимания. После выпуска я сразу, пока в спортивной форме потренировался. Сейчас покажу, какой именно коктейль я делаю именно после тренировки. Итак, на этот раз ежевика замороженная. Это может быть клубника, малина, чего угодно. Сегодня у меня ежевика, высыпаем замороженную ежевику. Дальше, банан. Обязательно банан. Банан чуть-чуть у меня гниловатый, но ничего страшного. Для коктейля это вообще не помеха. Дальше что, ореховая паста, ребят. Без нее я вообще никуда в этом плане. В Америке это вообще культ. Ореховая паста есть в каждой семье. Ложку такую добрую, мощную, сочную. Дальше, протеин. Протеин по вкусу, ребят. У меня вот страубы. У вас может быть любой другой черта протеина. Все это стаканом холодной воды. Можно молоком, кому как по кайфу. Для более хорошего пищеварения, чтобы не рисковать. Лучше, конечно же, в водичку. Поехали. Ребята, я вам честно скажу. Это часика. Большое здоровье. Просто поверь. После тренировки лучше придурки. С вами был Игай Фалик. До свидания.